Здрасте, меня зовут Душаев Юрий, я технический менеджер компании Германский Семенной Альянс. Значит, мы являемся партнерами компании Солана, и распространяем сорта... Поприхи микрофон, все равно говорят, плохо слышно. Слышно? Хорошо. Значит, начнем. Первый сорт Королева Анна. Наш флагманский сорт, можно так сказать. Очень хорошо. Средний и ранний сорт. Столовый сорт. Хорошо подходит под мойку, упаковку. Очень отзывчив на нитратное удобрение, на полив. Закладывает порядка 18-20 клубней. Очень высокоурожайные. Также хорошо хранится, длительный период хранения. Пойдемте. Да, да, да. Следующий сорт, да. Так, следующий сорт у нас Бельмондо. Тоже столовый сорт. Хорошо устойчив к фитофторозу. То есть, подходит для мойки. Пойдемте дальше. Да, давайте. Так, Верди. Это, значит, сорт для переработки. Это на чипсы. И особенность, то, что можно хранить при 4 градусах. Хотя обычно чипсовые сорта хранятся 7-8 градусов. Дальше. Это вот он, да? Да, это вот Ред Леди. Это наши краснокожурные сорта. Ред Леди очень урожайный сорт. То есть, при поливе, возможно, получать до 75 тонн с гектара. Многоклубневый. Да, видно по нему. Так, Родриго. Тоже краснокожурный сорт. Средний, ранний. Очень хорошо отзывается на полив. Азотные удобрения. Устойчив к фитофторозу, резектонии, к вирусу Y. Так, Лабелла. Это наш краснокожурный сорт тоже. Очень хорошо подходит для мойки, упаковки. Устойчив к фитофторозу, резектонии. Так, Лилии. Это наш новый перспективный сорт. Очень многоклубневый. Высокая урожайность. Отзывчив к поливу. Устойчив к фитофторозу. Да. Все, спасибо. Ваша сорта тоже к железной аппетитности устойчивы? Потому что в нашей зоне это бич. Рецкарлик, самый урожайный сорт, так сильно поражает. Да, да, у нас устойчив к железной аппетитности. Ну, циротегию мы проверяли, а у вас и остальные... Родриго, 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 очень хорошо. Тоже устойчиво, да? Есть еще вопросы? Нет?